Итак, начинаем вязать детский песочник. Вот у меня есть техническое описание моё с расчётами, по которым я буду вязать необходимый мне инструмент линейки, петлюловитель на всякий случай. Мои нитки вязать я буду из ириса, он всё-таки хлопковый, достаточно свободный, рыхлый вязочкой. Вот по рисунку поставила метки на машине, по техническому рисунку. Ножки, туловище, рукав отметила. Вязать я буду не сверху вниз, а сбоку. Боковая вязка у нас пойдёт, потому что мы не хотим оставлять швы. Чтобы в изделии не было швов, свяжем его боковой вязкой. То есть по кругу, цельным полотном мы всё это вывяжем, сошьём одним швом, у нас не будет швов, не будет ничего натирать. Поэтому для того, чтобы мы нормально могли всё это сшить, я провязала всю мою длину бросовой нитью. Катушечную нитью, которую я смогу вытащить легко. И теперь два ряда я вяжу моей обычной нитью. Рабочей. У меня белый фон, я вяжу белой нитью. Провязали два ряда. Теперь самое сложное. Рукав мы будем вывязывать частичным вязанием, чтобы у нас оставались открытые петли для планки. Всё вяжем без швов, с минимальным количеством разрезов. Теперь я отмечаю. Вот мой рукав. Всё остальное я ставлю в нерабочее положение переднее. Все иголочки мои выдвигаю. Вот мой рукав. 20 петель рукава. Его я буду вязать. Расчёт по выдвижению петель, чтобы у меня рукав был не уголком, а плавненькой линией. У меня есть расчёт. Я должна прибавить 4 петельки. Рукав у меня 18 рядов. Я поставила, обнулила счётчик. Теперь я буду 18 рядов резать рисунком по расчёту, выводя работу иглы. Начинаю. Смысл рисунка в том, что я буду делать цветные шишечки. Там, в принципе, не важно. Можно брать нитки по порядку, можно в разнобой. Это не важно. Поставьте их просто одну за другой. Будете по очереди брать, если хотите по порядку делать рисунок. И закончили, поставили назад. Не запутывайтесь. Начинаем вязать. Первую беру зелёную. Поскольку рисунок очень мелкий, в принципе, не так важно, чтобы он был симметричен справа-слева. Это не так. Рисунок у меня будет. Шишечки. Все иглы стоят в работе. Беру свою линейку. Один к одному. И выдвигаю в переднее нерабочее положение мои иглы. Главное здесь не запутаетесь, где рисунок, а где нерабочие иглы. Это важно, иначе всё собьётся. И спокойненько провязываю 4 ряда. Вот мои метки специальные. Иголка нерабочая. 4 ряда. Старайтесь не захватывать все 4 ряда, обматывать соседнюю иглу не надо, если будет мешок иначе. Мы провязываем 4 ряда цветной нитью. Раз. Два. Здесь можно узелок завязать, закрепить её. Но с другой стороны мы её скоро отрежем. Три. Четыре. Так, не путайся. Три, четыре. Теперь ставим их в работу. Провязывать будем основную нить. Эта мне нерабочная скоро понадобится. Я, в принципе, могу её и отрезать. Чтобы она не болталась. Завязали узелок. Закрепили. Всё. Берём основную нить. Вот она. И провязываем ей 2 ряда. Но по рисунку я должна ввести в работу. Следующую иголку для скоса рукава. Я ввожу в работу следующую иглу. Я вам всё покажу потом. Одну иглу мы ввели в работу. Провязываем 2 ряда. Раз. Теперь по рисунку. Следующие. Те же самые иголки. Вот те же, которые у нас были в неработе. Не работали. Выдвинутые вперёд. Вот эта была иголочка. По рисунку. Выдвигаю их вперёд. Так, у меня эта иголка и уехала. Ну и ладно. Деру следующую нить. Пусть это будет рыженькая. Точно так же. Четыре ряда. Раз. Два. Три. Четыре. Нитка больше не нужна. Узелок сейчас закреплю. Чтобы не разъехалось ничего с краю. Потому что там, в принципе, мы будем делать планку. И если будет какой-то кривой хвостик, ничего страшного. Мы всё уберём. Не будет ничего видно. Всё будет ровно и красиво. Ставлю все мои иглы в работу. Вместе с той, которая уже работает. Вот она. Провязываю два ряда. Моя основная белая ниточка. Раз. Два. Таким образом, постепенно вводя в работу мои, вот уже 12 рядов, следующая иголочка должна быть введена в работу, 18 рядов я свяжу рукава и буду вязать моё изделие по расчёту, по моему техническому рисунку. Вот рукав я провязала свои 18 рядов, теперь моя задача поставить рабочее положение всё полотно и обнуляю счётчик, потому что у меня другая нумерация уже пойдёт. И по рисунку, вот здесь у меня передняя рабочая иголка, значит я выдвигаю следующую. Я просто запоминаю, что вот эта игла у меня работает всё время, поэтому я могу спокойно линейкой выдвигать все остальные иглы. Вот мой рисунок, я теперь вяжу дальше своими нитками, вот у меня по плану следующая для жёлтенькой, вот жёлтенькой. Поставила в нерабочее положение передние все иголки по рисунку, теперь вяжу 4 ряда жёлтой нитью, потом 2 ряда рабочей и так далее по рисунку я вяжу до горловины. Так, довязали до горловины, сейчас я буду ввязывать ворот по рисунку, чтобы не путаться, я сделаю его треугольничком. Ничего страшного, мы закроем всю планку, он будет плавный. Через каждые 3 ряда я делаю убавку, 1, 3, 6, 9 и так далее, до 50 рядов. Через 40 рядов по расчёту я должна буду делать убавки для ножек, вырез для ноги. Когда дойдём, я покажу как. А сейчас вот у меня стоят, смотрите, в очереди мои нитки, видите, пряжа моя стоят в очереди. Чтобы не путаться и каждый раз не лазить на пол за отрезанной ниткой, я поставила рядом с собой коробку, вот, провязала, отрезала, не надо никуда лазить, это просто для удобства. Вяжешь, отрезаешь, руку протянул, достал, убрал. Надо будет ползать на пол каждый раз за этими нитками. Так, теперь по убавкам вяжем. Вот я сейчас должна провязать. Обнуляю счётчик, во-первых, потому что у меня идёт расчёт по новой. Провязываю один ряд, делаю убавку. Ещё ряд, получается, третий ряд по счётчику убавку. Шестой ряд убавку. И так вяжу, сколько, 50, нет, 50, 40 рядов, потому что у нас с рокового ряда я буду делать убавки для ноги. Ещё такой маленький нюанс, когда у меня по рисунку последняя петля, последняя игла должна быть выдана в переднее рабочее положение, чтобы здесь не громоздить вот эти узлы, кучу, тем более, что мне нужно будет делать планку и спокойные петельки нужно будет, поставьте её в рабочее положение. Пускай две петли будут рабочие, ничего страшного, провяжете, зато легко её будет снять по рисунку. Вот сейчас у меня будет как раз третий ряд. Видите, я её провязала, я теперь её легко сниму. Если бы я здесь нагородила этих вот накидов, мне было бы её так просто не снять. Мы довязали 40 рядов, провязали до убавок для ноги. Вот у меня отметка, до сюда будет идти ножка. Надо за 10 рядов убрать 10 петель. То есть мы каждый раз, провязывая ряд, нитка оказывается в этом положении, убираем две петли. Убираем просто перекидкой или косичкой, как удобно я уберу перекидкой. Была бы одна петля, было бы проще. Еще у нас две петли, убираем перекидыванием. Петель провязали, чтобы не натянуть, потому что здесь у нас тоже будет планка, она не должна быть затянута. Две петли убрали. Даже отмечу, что петли были вот здесь, так раз два, вот здесь у меня было вязание. Я должна буду, когда пойду обратно, дойти до этой же отметки. То есть два ряда я провязала, убрала свою петлю. Только один. Довязываю сюда. Здесь по рисунку я должна убрать одну петлю из горловины. Я ее убираю. Стоя неудобно делать, но зато все понятно. Все. Я убрала две петли для ножки, одну петельку для горлышка. Продолжаю так вязать по рисунку. С этой стороны до 50 рядов. Так, продолжаю убирать. Через три ряда, здесь каждый второй ряд убираю по две петли. Дохожу до своих меточек. Вот они. Метка горловины. Метка ноги. Мне осталось провязать 8 рядов. Закончили вязать горловину и ногу. Теперь что мы делаем? Все делаем то же самое, только в обратном порядке. Обнуляем счетчик. 50 рядов вяжем горловину, прибавляя каждые три ряда по одной петельке. Прибавлять будем простым обвитием. Выставляем пнп. Обвиваем, убираем. Я подробно не буду рассказывать. У меня есть целый огромный урок по поводу прибавок и убавок. Здесь точно так же. В течение первых десяти рядов, здесь вот, мы прибавляем ножку. По две петельки. Каждый раз, когда нитка оказывается здесь. С простым обвитием. Вот у меня метка. Мы до этой метки должны дойти за 10 рядов. Прибавляю по две петельки каждый раз. Провязали горловину свои 50 рядов. Можно обнулить счетчик. И 70 рядов вяжем плечо прямым полотном. У нас передняя часть, передняя полочка будет готова. Довязали рукав. Вот у меня видно частичным вязанием здесь связан рукав. Все сделано точно так же, как нижняя часть. Вот этот частично вывязанный рукав. Я здесь провязала два ряда основной белой нитью. Теперь, что я делаю, чтобы не закончить рукав. И сделать это плавно. Ставлю в работу все мои иголки. Всего полотна. Сделаем боковую дорожку такую белую. Это даст нам возможность симметрично сделать такую же дорожку с нижней стороны и шить трикотажным швом. Это то, чего мы добивали, чтобы в изделии для малыша не было швов боковых. Он будет сделан руками, поэтому его будет не видно и не будет чувствоваться телом. И провязываем один ряд общий. Теперь вот эту вот мою рукавную часть, мой рукав, видите, он помечен у меня мелом, я должна снять на бросовую нить. То есть я сделала наоборот. Рукав остается в работе, все остальное уходит в переднее рабочее положение. Рукав. Я снимаю на бросовую нить. Провязываю одну катушечную и еще раз бросовую нить. У меня получится, что я могу начинать вязание. Здесь вот будет несколько рядов бросовой нити. Я начну вязание опять же рукава. Потом я вытащу просто эту нитку, разверну рукав и вошью планку. Так, ну сейчас я это покажу. Бросовую нить. Возьму любую катушечную, рабочую. Бросовой нитью несколько рядочков. Главное, не перебивайте ее в стоящем переднем нерабочем положении, иначе бросовую нить привяжете к рабочему полотну. Три рядочка хватит. Беру катушечную нитку. Контрастную. Один ряд. Для того, чтобы можно было вытащить. Теперь опять же моей бросовой нитью вот она тут осталась провязываю еще ряда три. Все. Так, она не тут, она с другой стороны. Потеряла бросовую нить. Видишь, я отрезала. Так, теперь моей бросовой нитью провязываю еще ну, допустим, те же три ряда. Катушечная осталась в середине. Она даст нам возможность раскрыть рукав. Не перевязываем через стоящую в переднем положении иглу. Все. Мы связали бросовую нитью рукав. Теперь вот эти открытые петли позволят нам использовать их для подгибки на рукаве. Оформим рукав. Что мы делаем сейчас? Переходим на заднюю сторону. Делаем все то же самое, абсолютно симметрично, кроме ворота. Естественно, он не будет таким глубоким, потому что эта спинка уже у нас будет идти. Он будет гораздо меньше. Так, все то же самое. Начинаем с того, что ставим в работу все-все наши иголки. Начинаем вязание второй полочки. Начинаем с того, что провязываем так, там было два ряда. Ряд моей основной нитки. Все. Теперь начинаем вывязывание рукава. Все то же самое. Все мои иглы, полочки выдвигаем в переднее рабочее положение. Рукав остается в моей петельке рукавной. И добавляем 4 петли за 18 рядов. Объявляем счетчик. И все то же самое. 18 рядов провязываем, добавляем 4 петли. Потом вяжем полотно до горловины. Горловину будем делать для спинки немножко другую. Все остальное то же самое, абсолютно симметрично. Довязали до ворота. Здесь у меня будет ворот спинки. Я убираю каждые 10 рядов одну петлю. У меня за 50 рядов надо убрать 5 петель. У меня получается 6, потому что первая, десятая, двадцатая, тридцатая, сороковая, пятидесятая. 6 петель. Очень хорошо. Каждые 10 рядов убираю одну петлю. Вяжу 40 рядов. И делаю ножку. Точно так же, как мы делали в передней части. Все одинаково. Точно так же я сейчас убавлю в каждой 10 ряду одну петлю. Потом прибавлю, вывяжу плечико, рукав. И считаем, что наше изделие закончено. Будем собирать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...